Следующее, даже если отношения между матерью и отцом очень хорошие, но родители очень сильно привязаны наслаждаться ребенком, результат тоже плохой, ребенок вырастает эгоистично и в нем разум не раскрывается в этом случае. Почему? Потому что родители должны понять, зачем родился ребенок в их семье, зачем рождается ребенок. Мы отдаем долг своей жизни. Где-то говорят, что если допустим семья создалась, но в этой семье не заводится ребенок в течение семи лет, то эта семья начинает идти к деструктивным процессам. Даже если люди сильно любят друг друга, даже если у них все хорошо. Некоторые люди у нас думают, у нас так хорошо, зачем нам нужны дети? А вдруг какой-нибудь урод родится или еще что-то? У нас места мало в квартире. Зачем нам нужны дети? Они живут и живут друг с другом. Проходит 6 лет, проходит 7 лет. Что наступает? Сильный разлад. Депрессия у кого-то из семьи, начинается развал семьи. Причина почему? Потому что веды говорят, семья создается только для того, чтобы отдать свой долг перед детьми. Нас как думают? Мы как думаем, что семья для секса создается, да? Для того, чтобы мы наслаждались друг другом. Тайская изба, фиг вам. Занятие сексом – это подготовка к зачатию ребенка. Когда люди сексом занимаются, они копят психическую энергию, необходимую для зачатия. И если они не хотят зачинать ребенка, то эта энергия потом оборачивается против них. Она дальше уничтожает их жизнь совместную. И психика рушится от этой энергии. Особенно это касается женщины. Если женщина не зачинает ребенка, она начинает звереть в семье. Она бросается на мужа, становится очень неудовлетворенной, злой. Как овчарка. Она так киска женщина вообще попрыгает. Но когда она не зачинает долго ребенка, она как овчарка становится. Гавкает, бросается на мужа. Страшное дело. Нет детей. Поэтому есть два способа иметь детей. Какие два способа? Первый способ – зачать. Второй способ – человек. Люди не понимают, что это второго способа. Они думают, что не зачали – значит, не положено. Почему не положено? Семья есть – должен быть ребенок. Бастер. Другого закона нет. Есть еще один вариант. Если семья посвящает себя обществу полностью, контролирует свои чувства, занимается самоконтролем, занимается, ну, фактически, как монашеская жизнь. Тогда можно не зачинать детей. Если родители полностью отданы обществу. Они служат обществу. Доботятся обо всех, не думают о себе. Это… Тогда можно жить без детей. Какие проблемы? Как, допустим, Ленин в политике? Они посвятили себя обществу. Поэтому не обязательно было иметь детей. Но мы не все такие, понимаете? Нам хочется своей жизни. Раз хочется своей жизни, значит, надо заводить детей или и… Или, в скобках, и… Уценивать их. Как определить, сколько детей нужно иметь? Это очень просто определить. Когда муж бросается на жену, секса сильно хочет, мучает ее. Это значит, что от нее там так, какая система-то вообще, как это работает. Вот это следующим образом. У женщины половые центры, они имеют горячую природу. Они жгут, обжигают сильно. У мужчин холодную природу. И когда женские психические центры соприкасаются с мужскими, то они прожигают в них дырку. И у мужчины крыша едет, дом стоит. Он начинает бросаться на женщину. Лично думает, я ничего не делал. Еще он лезет ко мне. Вот. И там, как это все происходит? Очень много душ висит в пространстве, желая воплотиться. И они, эти души, привлекаются энергией женщины. Они давят на нее, на эту энергию, вызывают у нее расцветание. Когда женщина созревает психически, она контактирует с этими душами. Происходит у них гормональная активность, начинает повышаться энергетическая. И когда у мужчины крыша едет, то эта душа, она воздействует на женщину, но входит она в семье мужчины. Когда она входит в семье мужчины, у мужчины появляется безудержное половое желание. У него крыша едет, он хочет сексом заниматься. И во время полового акта душа попадает в семя, потом она движется дальше, с семенем она движется и попадает в сперматозоид. В этот. Да нет, не в яйцеклетку она попадает. Получается облом у женщины. У душе облом получается. Она вроде хотела уже воплощаться, там замкнутое пространство. Так очереди стояла, давила на мозги жене, потом мужу. И так много. И потом она, нет, не в конец, опять в начало. И опять ждет потом. Опять давит на мозги. И когда рождается ребенок, то у женщины меньше вот этой половой энергии остается, которая вдохновляет мужчину бросаться на жену. Вот. Но если он бросается, значит нужен еще один ребенок. Нет, вот если вы ошибаетесь, то есть определенное количество детей успокаивает мужчину. Он уже не бросается, а просто желает. Желает. То есть его желание становится контролируемым, понимаете? Это значит, что уже достаточно. А если жена бросается? Если жена бросается, значит и более надо ребенка звонить. Ну ладно, мы отвлеклись. Итак, вы поняли, да, сколько надо иметь детей? Что? Хочется возвышенную душу когда? Когда не бросаетесь на жену, контролируете свои чувства, развиваете себя... Чего нет? А что? Так я вам и отвечаю на этот вопрос. Я вам говорю, вы развиваете, контролируете свои чувства и бросаетесь на жену. Чтобы возвышенную душу иметь, надо самим стать возвышенной душой сначала. И в зависимости от того, какая энергия вас соединяет, мужчину и женщину, такая душа и придет. Если мужчина очень сильно похотлива к жене относится, значит похотливая душа придет. Если поменьше, значит поменьше. Понимаете? Ладно, вы не задавайте такие вопросы. Совсем огорчитесь. С лекцией печальными уйдете. Лучше поговорим о воспитании детей. Итак, первый тип разума – это ученые. Второй тип разума – это правители. То есть ребенок рождается таким. Он склонен совершать насилие над всеми. Склонен командовать совершать насилие. Первый тип, эгоизм первого типа в чем заключается? Дети маленькие, они очень эгоистичны по природе. Кажется, что они такие все разумные. На самом деле не разумные, они очень эгоистичны. У них есть разум, они воспринимают мир очень разумно. Нам так воспринимать, как им мир далеко. Они учатся в этой жизни. В этом их разумность, несомненно, заключается. Но они при этом не могут дифференцировать, чему учиться, чему нет. Им очень трудно это делать. И первого типа дети, они рождаются эгоистичны в том, что они замыкаются в себе. Они очень замкнутые. То есть они как бы занимаются своими делами, но на остальных им на всех наплевать. Если они могут, допустим, кого-то научить тому, что они выучили, им это интересно. А все остальное им как крова не расти, понимаете? Второго типа дети, когда рождаются, они склонны к насилию очень сильно. Они хотят всех себе подчинить. Они такие деспоты немножко. Они пытаются все по-своему сделать, командовать, пытаются всем руководить везде и так далее. И они склонны также защищать тех, кто им подчиняется. Если кто-то с ним дружит, они защищают этих. То есть это означает второго типа, управляющие, правители. Эти дети склонны изучать потом по дальнейшему ее респонденцию, склонны изучать управление делами, политику склонны изучать, склонны менеджмент изучать и так далее. И они склонны воспитывать в себе хорошие черты характера. И дети, которые рождаются учеными, они больше всего склонны в себе воспитывать хорошие черты характера. И надо в этом направлении их развивать соответственно. Но вот допустим наша образовательная система, в ней есть вот это вот развитие в себе хороших черт характера. В ней предусмотрены такие предметы или нет? Нет. Наша образовательная система развивает что у детей? Только ум. И все, разум она не развивает. Но первого типа людей означает разум. Развитие разума, все типы людей означают практические вещи. Поэтому первый тип людей, куда их надо отправлять? Их надо отправлять учиться в какие-то духовные семинарии, еще куда-то. Туда, где дети бы развивались в плане духовности. Это им крайне необходимо. Они будут очень сильно радоваться этому. Второго типа детей надо отдавать в какие-то достаточно интеллектуальные кружки по боевым искусствам и так далее. Чтобы, ну да, бывают такие тренера, которые нравственность, культуру в детях развивают, которых там боевыми искусствами занимаются. Это же целая философия такая глубокая. Это философия людей, которые второго типа имеют. Дальше, а? Я сейчас о девочках отдельно буду говорить. Вот. Я приехал к вам издалека из Краснопрестовска. А вы не хотите нас слушать. Вот. Итак. Третий тип это дети, которые склонны заниматься менеджментом. То есть, заниматься бизнесом, вернее. То есть, бизнес означает зарабатывать деньги. То есть, поймите разницу между управляющими, правителями и теми, кто хочет зарабатывать деньги. Поймите, очень колоссальная разница. Потому что, если правители начинают зарабатывать деньги, они дискредитируют себя полностью. То есть, они становятся негодными людьми. Они теряют хорошие черты характера. Правитель не должен думать о своих деньгах вообще. Ему столько, сколько надо придет по судьбе. Ему заплатят. Это не проблема. Правитель должен думать о людях. Он должен защищать всех учиться. Он должен развивать в себе способность служить обществу. И защищать законное общество и так далее. А бизнесмен должен думать о том, как зарабатывать деньги. Но он тоже не должен зацикливаться на этом. Он должен развивать в себе способность отдавать эти деньги. То есть, он должен щедрость в себе развивать. Но дети, которые склонны к бизнесу, они чем занимаются в детстве? Они копят марки, еще что-то. Они склонны копить, склонны меняться, склонны торговаться и так далее. Они склонны к общению, эти дети. Допустим, те люди, которые склонны быть управляющими, они очень имеют склонность работать над собой. Они очень склонны тренировать себя, закалять, аскезы какие-то совершать. Те дети, как первого типа, они склонны очень учиться, развиваться. Они характер все развивают. Вот таким образом, с помощью постижения знаний. А второго типа, они развивают свой характер, закаляя себя как личность. То есть, там, закаливание, гимнастики всякие, боевые искусства и так далее. Они склонны работать над собой. Те дети, которые рождаются третьего типа, бизнесмены, они склонны развиваться в обществе, в общении. То есть, они постоянно изучают, как дружить там. То есть, у них соотношения интересуют между людьми очень сильно. Они сильно развиваются в отношениях. И четвертый тип детей, это дети, которые склонны к творческому труду. Эти дети, они с самого детства любят что-то делать, мастерить. То есть, они там или с куколками, там или с конструкторами, там или с чем-то там, с танками, с самолетами. Они любят играться вот такого типа. И четвертого типа дети, они склонны быть независимыми в жизни. Они хотят себе покоя, чтобы у них все было хорошо. И это их недостаток, это то, что им мешает жить. Они хотят уголок свой в жизни. А, ну, они должны научиться, они должны научиться трудолюбию и послушанию. Должны научиться слушаться старших и трудиться с любовью. А второго типа, то есть, третьего типа, вот те, которые торговцы, они должны научиться чему? Они должны научиться щедлости. Те дети, которые второго типа, которые управляющие, они должны научиться заботе о людях. А первого типа, дети должны научиться быть честными и сострогательными. Они должны честными быть, знания изучать честно и отдавать его, сострадать, отдавать знания свою помощь. Понятно, да? Для того, чтобы развить эти характеристики в детях, они в школе развиваются эти вещи? Нет. Для этого надо дома это делать, надо развивать детей дома, надо давать им это развитие. А все эти предметы, физика, химия, математика там, они как развиваются? Вот куда несет ребенка, то пускай изучает. А все остальное понемножку, понемножку. Самое главное не мотивировать ребенка оценками. Это самое ужасное, что есть только в воспитании. Если понимаете, есть два способа действовать. Есть деятельность ума, есть деятельность разума. Если, допустим, ребенок думает о отметках, у него что развивается, ум или разум? Ум. И это самое ужасное, понимаете? Потому что ребенок не думает о том, как выучить предмет. Он думает о том, как получить пятерку. Заметьте разницу. В результате ему надо записочки писать, шпаргалочки писать. И у него развивается кратковременная, быстрая память в результате. Он быстро все запоминает, завтра у него все вылетрилось из головы. Понимаете разницу? То есть ничего не запоминается, ничего не учится на самом деле. Почему? Потому что на мотивации идет, на отметку. Но если ребенку, допустим, давать возможность постигать истину. То есть если, допустим, родители объясняют, вот физика нужна для того, чтобы вот это вот это. Если родители сами хорошо это понимают, конечно. Они ребенку дают какое-то вдохновение что-то делать. Но, опять же, надо вдохновлять ребенка на то, что ему нравится. Допустим, ребенку стихи нравится читать и вместе с ребенком там читать стихи по вечерам, допустим. Вдохновлять его что-то изучать. Допустим, если ты вот это познаешь, изучишь, ты вот станешь мудрым человеком. Он начинает учить это. Ему нравится. Он двигается в этом направлении. Это называется развитие разума. Человек может вдохновенно учить физику, химию, биологию, все что угодно. Почему? Потому что, он говорит, мне это нравится. Это значит, что его разум двигается в этом направлении. Это то, что ему очень сильно пригодится в жизни. Как определить, что ребенку что-то пригодится в жизни? Это значит, что ему это сильно нравится. Понимаете? Если ребенок чувствует, ему тяжело это учить или плохо. Пускай учит понемножку. Потому что те предметы, которые тяжело учить, они помогают человеку потом. Вот, допустим, человек развился как личность, но ему трудно знать языки. Но ему надо работать, допустим, или изучать что-то за рубежом. Ему все равно придется выучить английский язык. Но какие-то базы, какую-то базу надо заложить. Вот, допустим, это про меня касается. Мне очень тяжело иностранные языки давать. Все очень тяжело. Но мне надо было изучать на английском языке что-то. Я просто заставил себя его учить. То есть, я такие аскезы совершал, но это было уже в зрелом возрасте. Вы знаете, в зрелом возрасте. А в детском мне тяжело учить. Я бальными танцами занимался в этом. Я английский язык так сдал. Я станцевал там, это, устроили там мероприятие, там, кафедра английского, вообще иностранных языков. Устроил мероприятие такое праздничное с английским языком. И там надо было какие-то номера показывать. Я там станцевал, бальные танцы, и мне поставили четыре. Я так учил английский язык. У меня не было способностей к ним, мне очень трудно было. Но когда он мне понадобился, я просто начал изучать с огромной решимостью. Выучил там все, что мог выучить. Сейчас, конечно, я его плохо знаю. Но так иначе, то, что мне нужно, я знаю. Вот, поэтому идея в чем заключается? Если человеку что-то нужно будет в жизни, он сам выучит. Понимаете? Это не проблема. Математику, химию там выучить. Это не проблема. Главное, чтобы в ребенке развилось желание двигаться вперед. Желание что-то изучать, постигать, добиваться чего-то. Понимаете? А это, чтобы это развилось. Здесь нужна определенная вещь. Для этого нужно, чтобы семья такой была. Бывают гениальные дети. Что это значит гениальные дети? Допустим, алканавты. Или они ругаются постоянно. Или они вообще непонятно чем занимаются, что делают. Но ребенок, он не как все. Он просто своей жизнью живет, развивается. Это называется гениальный ребенок. Понимаете? Так очень редко в жизни бывает. В основном дети живут так же, как родители. Гениальный ребенок означает, что он выпадает из среды. Он создает свою собственную среду и в ней живет как бы. Он прорывается своими силами вперед. Это очень редко бывает. В основном дети живут как родители. Точно так же. Это как благословение, дар Бога. Это не оценивают родители. Они не ценят это обычно. Они не понимают, что они гениальный ребенок. Ну, например, пример такой приведу. Мама с сыном ко мне пришла на прием и говорит, у меня такой дурачок растет вообще. Я говорю, а что? Да в школу учиться не хочет ходить там. То это ему не интересно, то не интересно. Целыми днями шары дерет. Я говорю, а что он делает-то? Да, он говорит, сборная города по хоккее. Ну, что себе? Рванец растет. В 11 лет сборная города по хоккее. Представляете, насколько гениальный ребенок? Она не понимает этого. Ей кажется, что он дурачок у нее. Но он не дурачок. У него очень четко направленный разум развивается в этом маленьком молодом возрасте. Но он отсекает все, что ему не нужно. Он делает только то, что ему нужно, и не очень решительно это делает. Гениальные дети, они могут не знать. Допустим, по-моему, у Эйнштейна, по-моему, там тройки были по литературе, по физике. Понимаете, просто гениальные дети, они просто в свое направление двигаются. Но там бывает очень редко. Не надо думать, что у вас будет и не так. Есть ли у детей признаки такие? Это значит, что... Понимаете, дело в том, что не всегда ребенок открывает свой тип сразу. То есть, его надо развивать в этом направлении. То есть, вообще, часто где-то 50% детей рождаются именно размытыми. Они ничего не хотят в жизни. Почему это? Потому что мы размыты. Так как мы не работаем над собой, живем такой жизнью слишком легкой. То есть, не сильно заботимся о том, как развиваться. И дети у нас тоже рождаются в низклистском желании большом развиваться. И поэтому они не раскрываются как личности. Они не знают, что им делать. Они не знают, что им хотеть. Это значит, семье надо начать развиваться самим, родителям. Это вдохновит детей развиваться. Если ребенок не знает, что ему делать в жизни, то если он сам это понял, что он неудачник, что он не знает, что ему делать в жизни, то он должен этот ребенок сам делать то, что ему судьба дает. Допустим, он выучился в школе, ему судьба говорит, вот здесь работаю, он туда идет. И надо учиться бескорыстно, работать с любовью. Потом говорит, нет, вот там надо работать, он туда идет и так далее. Часто дети меняют, допустим, часто дети на ощупь идут. Они не чувствуют, но у них желание есть развиться. И они то в одну секцию, то в другую, то в третью, то в пятую, то в десятую. Это нормально. Не надо ребенку мешать менять кружок какой-то. Вот он туда пошел, был немножко, в другой пошел. Не надо думать, что он бестолковый ребенок. Это просто поиск идет. Человек ищет, он пытается нащупать, что ему интересно. Это нормально. Надавать ребенку возможность туда и сюда, куда бы он не пошел без деда, надавать ему дорогу. Это очень важно. Постепенно он найдет себя. Наступит момент, где-то он останется. Но если ребенок не имеет хорошей основы, то он даже там, где ему интересно, он может с ней остаться. Просто потому, что лень заниматься. Понимаете? Это зависит от той энергии, которая в семье у вас находится. Ну, если в семье ленивая энергия, родители наслаждаются жизнью, они хотят работать над собой. Дети тоже будут ленивыми. В чем разница? Наша система обучения, она отбивает всю охоту обучение. Вы знаете, есть система, есть система, а есть личности. Вы просто должны понять, что кроме системы есть личности. Если вы, допустим, стремитесь к диплому, чтобы ребенка обучить так, чтобы у него было имя. Он учился там в такой-то консерватории или в таком-то месте, в общем, с такого учителя. Это называется обучение в страсти. То есть, вы не получаете обучение нормального, вы получаете просто то, что ребенок имеет имя. Бренд, да. Но, на самом деле, если вы по-другому настроены, вы ищете человека. Не диплом, а вы ищете человека. Настроено очень сильно найти человека, настоящего музыканта, который набирает учеников. Вы отдаете ребенку этому человеку, он не выдает дипломов никаких, ничего не выдает. Но он может выучить вашего ребенка. И тот станет очень сильным музыкантом, с любовью будет учиться. Понимаете, есть равные направленности учиться. Одних детей отдают в элитные школы, а других, допустим, в религиозные школы. Религиозная школа не элитная, допустим. Она делает из человека душевного человека, и этот человек быстро потом развивается в обществе. Если человек хороший, музыкант, кто-нибудь его спросит, где он учился? Кому это сто лет надо? Вот меня никто не спрашивал, где я учился в медицине. Кому это сто лет надо вообще? Ну как, чтобы пустал, там хватит. А где куда учиться? Надо. Я говорю про высшее медицинское образование, понимаете? Если говорить об моем образовании как врача, то у меня от этого высшего медицинского образования очень маленький кусочек уже остался. Все, что я даю людям, это совсем другое. Понимаете? Это совсем другое. Это то, что я в другом месте уже учился. Там не было дипломов никаких. Кто дает возможность лечить по-настоящему. Это другой уже вопрос. Поэтому для того, чтобы детей обучать, надо правильно понять, чему обучать. Понимаете? Надо детей отдать в среду, в которой бы они как личность развились. Это самое главное. Если ребенок как личность разовьется, он всему выучится сам. Это же не сложно выучить математику, физику, английский язык. Это один год работы взрослому человеку. И выучил, и все. Понимаете? Но ребенка мурыжить там пять лет английскому, и он не хочет там, его мучают. Понимаете? Это не помощь ребенку в жизни. Самое главное не сломать ребенка. Сейчас не проблема, чтобы выучить ребенка. Проблема заключается в том, что мы ему ум перегружаем информацией. У него психика есть такое понятие, как астенический синдром. Дети в основном все очень астеничные. Им мозги засоряют излишней информации. Там по биологии, по химии, по физике. Их пичкают этой информацией. У них крыша начинает ехать, у них астения развивается. Они слабенькими такими становятся. Им ни на что сил не хватает. Какая там работа над собой? Дай Бог эту информацию все усвоит. Но это же неправильно. Неужели главное, чтобы ребенок знал, сколько видов инфузорий в туферик там у нас есть? Или сколько чешуек там у змеи? Или сколько там, как стрекозы совокупляются между собой? Зачем ему это надо знать? Это же биология сейчас вот настолько глубоко идет там, или физика, или химия. Я, допустим, 90% от ворваться, которые у меня отпичкали, я вообще никогда не использовал. Чем это знать? Разносторонняя развитость ребенка. Разносторонняя развитость ребенка означает, что ребенок, несмотря на то, что он физически и психически очень сильный человек, решимый, он при этом еще и смирен. Это означает разносторонняя развитость. Когда человек очень сильно богатый, очень сильно богатый, он смог бы стать богатым и одновременно очень щедрый. Это означает разносторонняя развитость. Когда человек способен победить врага и при этом еще сострадательный внутри. Это называется разносторонняя развитость. Когда человек развился как мужчина, как личность, как мужчина развился, и он начинает развивать потом в себе еще женские черты характера, такие как доброта, сердечность, смирение, теплое отношение к людям. Это называется разносторонняя развитость. А не то, чтобы он одновременно знает и биологию, и математику. Понимаете разницу между этим одним и другим? Понимаете в чем разница между этим и тем? Одно дело работа компьютера, а другое дело работа человека. Ум это как компьютер, он просто считает, запоминает, в нем нет никакого смысла. Как мы же знаем юмореску, раки были большие по 5 рублей, но большие, но вчера, а сегодня маленькие по 3, но по 3. И о чем юмореска вся эта? Она всего лишь вся говорит о работе ума. Ум так работает, он постоянно что-то там сравнивает, рассуждает, но это к разуму вообще никак не относится. Разум означает доброта, смирение, простота, честность, означает решимость, означает щедрость. Это деятельность к разуму. И этому надо учиться, в этом заключается ваш долг. Если вы математики, физики, химии ребенка выучите, и он потом вам подойдет, скажет, мама на тебя, не пойдет. И что это означает, что вы выучили своего ребенка? Знание математики, физики и химии не даст ребенку возможность уважать свою мать, уважать своего отца, быть честным перед жизнью. Понимаете, если человек становится жадным, он рушит свою жизнь. Если человек имеет пять биологических образований, он доктор наук по биологии, нет проблем. Если он жадный, он не способен удержаться в жизни, он не способен хорошее положение в обществе занять. Жадностью, что уничтожает его жизнь. Если он завистливый, он не способен в хорошее. Есть шесть врагов человека, которые уничтожают хоть кто-то будешь, хоть семь пядей во лбу. Когда человек очень сильно похоть испытывает, он рушит всю свою жизнь. Почему? Потому что он начинает подбираться, завел семью, начал изменять жене, разводилась эта семья, потом следующее развалится, потом следующее. И рушится его жизнь. Каждая новая женщина ему дает проклятия свои в жизни, потому что он ее бросает. Эти проклятия срабатывают в его жизни потом. У него все рушится полностью, он только на одних проклятиях живет. Первый враг человека – похоть. Второй враг человека – это жадность. Если человек жадный, он становится нищим. Почему? Потому что жадный человек ничего не может сделать нормально в своей жизни. Он сделку заключает, у него слюни текут, все. Тот не хочет с ним работать вместе, этот человек. Жадный человек на работу устраивается к вам. «А зарплату когда-то тут?» А человек говорит «А зарплату?» Слюни текут, он думает, блин, какой-то попался не тот человек, наверное. Уже неприятно с ним разговаривать. Он работает, к ним придираться начинает. Почему? Потому что ее слюни текут постоянно. Он хочет зарплату, понимаете? Какая ему? Возможности какой-то. Пошел дальше искать работу. Жадность мучает человека, не дает ему жить. Следующее – гнев, гневливость. Человек устроился на работу. Хороший мужик. У меня одна знакомая рассказывала. Она устроила своего друга. Хороший юрист такой был. Хороший человек. Очень гневливый. Патриот. Она устроила его на очень высокопоставленный душ. Она правительство его прямо. Вас познакомствует. Вот там обхамил их при первой возможности. Не-не-не-не, там свою варежку раскрыл. Ну, пинг-кап от зад. Полетел. И еще написали характеристику, добавить догонку, по которой он вообще никуда уже устроиться не сможет. Помогла. Гневливость это очень опасная вещь. Третий враг человека. Четвертый враг это иллюзия. Ипотеку мы исправимся, у нас зарплаты хватает на твою, там все нормально. Ипотеку расплатимся за 15 лет, все хорошо. Все, взял ипотеку. Капут. Да без кризиса даже. Мозгов если нет, человек набирает больше, чем он может заплатить. Результат какой? Капут. Он теряет себя в жизни. Он упахивается, работает за троих. Ой, это иллюзия. Зависть, пятый враг. Зависть означает, что человек озлоблен. Он не может терпеть, что у кого-то, допустим, заслуживцу премию больше заплатили на 5 рублей. И все. И он начинает расколбас пошел, он не может с собой ничего собладать. Или к нему начальник лучше относится. Или жена у соседа красивее. Но этот зависть же по-разному может действовать. Все это человек не может. Соседу на 5 метров квартиру лучше дали. То есть все, понимаете, рушит свою жизнь. И шестой враг это безумие. Здесь уже ничего не сделаешь. Просто крышу сорвало и все. Просто мозги съехали немножко. В сторону заочери работы. Вот 6 врагов. И роль родителей в чем заключается? В том, чтобы детей защитить от этих 6 врагов. Надо сделать так, чтобы наклонности. Какого врагу у ребенка есть наклонность. Если он жирноватый, надо его щедрости учить. Противоположному. Если он, допустим, гневливый, надо ему учиться давать возможность прощать. Учить его. Не то, что его зажимать в этом. Он разгневался, надо ему объяснять, что не надо гневаться. То есть любовью. Как учить? Словами, ласковыми словами, отстранением и любовью. Спокойной речью, любовью и отстранением. Три вещи, как надо воспитывать своих детей. Первое. Если ребенок что-то неправильно сделал, надо ему объяснять. Спокойно. Как будто бы он ничего плохого не делал. А для него это как игра. Допустим, кирпичом другому ребенку по башке дал. Надо его позвать, сказать. Вот нехорошо, видишь, вот плохо. Надо объяснять ему, что кирпичом не надо давать по башке. Он слушает, слушает. Говорит, ладно, мам, я постараюсь не давать. Раз еще кирпичом по башке дал. Надо ему сказать. Надо раз перестать с ним разговаривать, отстраниться от него. День не говорит, два не говорит, третий не говорит, пять не говорит, неделю не говорит. Потом он говорит, мама, я больше не буду кирпичом по башке давать никому. Надо ему сказать, церковь, понимаешь? Тебе такая черта характера плохая. Тебе будет хотеться кирпичом давать. Тебе черта характера такая, понимаешь? Когда он тебя срывает, тебе будет хотеться кирпичом по башке давать. А ты старайся не давать. Это называется любовь. Когда человек любит близко своего ребенка, он так с ним разговаривает. Потому что как обычно родители воспринимают, что ребенок кирпичом кому-то по башке дал? Начинают его бить, ругать, не набирать, злиться. То есть они проявляют такие эмоции. Почему? Потому что они считают, что их ребенок не должен так поступать. А почему? У него такая болезнь. Он не может, ему хочется кому-то треснуть. У него такая болезнь, что делать? Надо ему объяснять. Первое, что нужно объяснять. Если он не понимает, отстраняться через страдания, попытаться сделать так, чтобы он понял. И третье, надо его любить. Таким, как он есть. Принять его с этой чертой характера. Это касается воспитания друг друга, не только детей. Жена ленивая, не хочет готовить. Первое, что нужно объяснять, что надо готовить. Второе, не готовит, отстраняться, значит, надо от него. И третье, когда она призналась, что ей тяжело, не могу готовить тяжело. Но надо ей любить, сказать. Скомчишься со временем. Почему страшно? Пенсии, ничего страшного. Тогда не могу, не учишься. Это понятие инфантливизма. Знаете, первый умный был в жизни, а в жизни был и так и сяд. Третий вовсе был бываем. Сейчас объясню. То в том, что... Детям отдаем жизненные надежды. Инфект это тоже жизненные надежды. Поэтому, естественно, что... Если человек духовно сильный, самый первый ребенок будет самым разумным. Второй будет чуть-чуть лучше родить. Есть такая... Иногда гений рождаются даже, пятым и десятым, там, неважно. Есть. В этом нет стопроцентного законодательства. Надо понять, что если мы ведем неправильную жизнь, допустим, я пьянствовал 20 лет, потом два года перестал пьянствовать и решил разумного ребенка родить. И все вероятно, что он не будет разумным родить. Большие накопления в плане пьянства есть. И за это придется отрабатывать карту через ребенка. Мы же почему хотим разумного ребенка родить? В чем причина? Быть счастливыми. Чтобы испытывать счастье. Ведь самый лучший, простой способ испытывать счастье от детей, это родить разумного ребенка. Вот это хорошее, все понимает, все делает как надо. Все делать надо. Если все само по-сому происходит, делать ничего не надо. Все классно. На самом деле, анекдот – это жизнь. Очень ценный для воспитания детей бы поездки. Сад пришел в армию. В учебную часть. Прапор человек сказал. Прапор человек сказал. Потому что были здесь явно. Быстро очень. Было такое все правильно сделано. В чем смысл? В чем смысл? Я здесь рою, потом здесь закапываю. В чем смысл? Прапор человек подошел к нему, говорит, А смысл в том, чтобы ты замучился. Другого смысла нет. Вот знаете, господа, что в рождении ваших детей есть два смысла. Первый смысл, чтобы вы получили счастье, а второй, чтобы вы замучились. И не думайте, что второй смысл будет отсутствовать в вашем случае. Что вы родите гениального ребенка, если будет классно. Ничего подобного.